Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. Мы продолжим разговор о книге пророка Езекииля и обратимся сейчас к 29 главе. Предыдущие несколько глав до 28, 26, 27, 28 были посвящены разным окрестным народам, судьбам Эдома, Муава, Тира, Сидона, тех народов, которые вместе с Израилем были вовлечены в, собственно, круговорот такой мировой войны того времени. В ходе вавилонских завоеваний. Теперь в 29 и двух следующих главах очередь дошла до Египта. И речь идет о том, что, собственно, ожидает Египет. Все эти слова, которые Господь говорит Эзекиилю о Египте, и которые Эзекиил должен так или иначе возвестить, произнести более или менее публично, так, чтобы они стали доступны иудеям, все эти слова, в общем, представляют собою, конечно, замечательный образец древневосточной поэзии, чрезвычайно важной и интересной своей поэтичностью и литературными достоинствами для специалистов, но нас это будет интересовать, скажем так, в меньшей степени. А вот, собственно, вопрос о том, почему Египет тоже, как и другие народы, как и Израиль, как и Тир, как и Ирдом, почему Египет тоже оказывается вовлеченным в эту бойню, и почему Египет тоже разрушается и уничтожается, и что с ним будет дальше. Вот это по-настоящему существенно, это по-настоящему важно. Обратим еще, впрочем, внимание, что речь ведь идет о шестом столетии и дружищества Христова никаких средств массовой информации нет, не существует, и с наибольшей вероятностью слово «Езекииля» достигнет слуха живущих в Вавилоне и окрестностях иудеев. Станет ли оно известно в Иерусалиме? Уже до некоторой степени вопрос. А вот станет ли это слово пророка известно в Египте и обратит ли фараоны, жители Египта, внимание на то, что говорит некий иудейский пророк, к тому же во враждебной Вавилоне находящийся? Это совсем большой вопрос. И, тем не менее, Господь обращается к Езекиилю, и Езекииль должен эти пророчества зафиксировать. Они должны быть сказаны, ну, хотя бы для того, чтобы послужить предостережением для других людей, скажем, хотя бы для будущих иудеев, чтобы они понимали, что бывает, что бывает и как Бог относится к тем или иным явлениям. Ну вот, собственно, Господь обращается к фараону, царю египетскому, и говорит, «Вот я на тебя, фараон, царь египетский, большой крокодил, который, лёжа среди рек своих, говоришь, моя река, и я создал её для себя». Ну и впрямь вот такое обожествление фараона имело место в Египте давно, и это не было ни для кого новостью. И, кстати сказать, Египет был не слишком оригинален в этом обожествлении царя. Тем не менее, это действительно такой типовой, нормативный пример обожествления действующей власти, обожествления фараона. И вот Господь обращается к этому самому фараону, называя его «большим крокодилом», который лежит, значит, в реке, и говорит, что это «я её сотворил». Ну и, соответственно, конспективно изложенное пророчество здесь в самых первых стихах говорит «Я вложу крюк твой в челюсти твоей, вытащу тебя из рек твоих и брошу тебя в пустыню, и отдам тебя на съедение зверям земным». Ну, в общем, участь этого самого крокодила, как называют здесь фараона, участь такая же, как и у других народов. А вот дальше чрезвычайно важные слова о том, почему это так. В шестом стихе. «И узнают все обитатели Египта, что я Господь, потому что они дому Израилеву были под порою тростниковой, когда они ухватились за тебя рукой, ты расщепился, когда они опёрлись от тебя, ты сломался». Речь идёт о том, что на протяжении весьма продолжительного времени, по крайней мере, со времён после царя Соломона, в разнообразных политических и военных коллизиях, имевших место здесь, на Ближнем Востоке, очень многие иудейские цари, да и израильские тоже, но больше, конечно, ещё больше иудейские, пытались опереться на Египет в политическом или военном отношении, или в том и в другом отношении, опереться для того, чтобы выстоять в схватках с ассирийцами, с хеттами, с ненавитянами, вавилонинами и так далее. И, в общем, фараоны, насколько можно судить, весьма и весьма часто израильтян и других полагавшихся на них жителей Ближнего Востока предавали, предавали. В принципе, речь идёт о чистой политике, ничего больше, я бы сказал, ничего более возвышенного, да, чем просто политика. Тем не менее, предательство всегда подлость, поэтому Египет вот слышит это обличение в том, что ты был тростниковым костылём и сделанным из травок, да, из тростинок, которые чрезвычайно непрочные и хрупкие и могут только расщепиться на острые кусочки и поранить. Ты был ненадёжной опорой для тех, кто хотел на тебя опереться. И то, что это предъявляется в качестве претензии, в качестве упрёка Египту, это довольно важный момент, потому что люди нередко думают, что политика такая вещь, в которой невозможно говорить о нравственных нормах, в которой вообще невозможна нравственность, и которая должна быть Богу безразлична, якобы она же вот сиюминутная здесь, на земле, а в Царство Божие наша земная политика никак не простирается. Она, конечно, туда не простирается, но тем не менее быть подлецом в сиюминутной земной политике межгосударственной так же губительно, как быть подлецом в любой другой сфере. Теперь, естественно, дальше так же мы увидим упрёки Египту, связанные с идолопоклонством, с богами Египта, и с гордыней Египта. Но, как ни странно, про египетских богов меньше идёт разговор, чем о чём-нибудь другом. Господь говорит о отдельных областях Египта. Здесь он говорит, египетский фараон сказал, моя река, и я создал её. И вот за это, за то, что ты присвоил себе эту самую реку, за это эта земля будет 40 лет пустыней. Здесь есть некоторые существенные нюансы. Во-первых, когда фараону приписывают слова, моя река, и я создал её, не надо думать, что фараон претендует на такую роль космического демиурга, который там как-нибудь это всё созидает, материальный мир, реальность и так далее. Нет. На самом деле речь идёт о том, что Нильская долина, в которой расположен Египет, узкая полоса земли по обоим берегам Нила, в общем, малонаселённая и малодоступная для жизни. Только разливы Нила приносят на его берега огромное количество плодородного ила, и для того, чтобы эта земля могла быть пригодной для жизни, необходимо задерживать воду на полях по берегам реки, необходимо создавать огромную на всю страну простирающуюся ирригационную систему. И, соответственно, для этого требуется огромное количество людей, их нужно организовать, их нужно накормить, ими нужно управлять и в административном, в инженерном отношении. Соответственно, слова приписываемые фараону, слова «Моя река и я создал её», скорее всего, имеют в виду именно тот факт, что фараоны действительно организовали вот это строительство ирригационных сооружений, которое позволило превратить Нильскую долину в одно из самых плодородных мест на белом свете. И да, действительно, за организацией этого гигантского дела действительно стоят фараоны, но тем не менее, вот такое мнение, что это, а без меня тут ничего бы не стояло, да, а вот там, это я организовал всё это, такое немножко напоминающее, да, «Великие стройки коммунизма». Это, конечно, всё равно неправда, потому что приписывать себе подобного рода заслуги оказывается чёрной неблагодарностью по отношению к Богу, без которого ничего бы тут на самом деле у фараона не вышло. Понимаете, Богу принадлежит первое место, и это так, в том числе и вот в этих самых организационных мероприятиях фараона. Это невозможно было бы без благословения Божьего, без участия некоего, непостижимого, может быть, неявного, но всё-таки участия Бога. Напомню ещё раз, что для абсолютного большинства людей того времени Бог Израилев единственный по-настоящему самостоятельный участник истории и все действия, которые происходят на белом свете. Так или иначе, с ним сайт не сены. Мы увидим, что вот чуть дальше, что примерно та же логика и в отношении Новохудоносора срабатывает. Здесь же вот Господь говорит за то, что ты говоришь «Моя река, я создал её», и за то, что ты оказался ненадёжной опорой для тех, кто полагались на тебя, вот я наведу на тебя меч, и земля египетская будет пустыней сорок лет, пустыней среди земель опустошённых, и города её будут пустыни сорок лет. Однако ж, и это не всё, потому что дальше в 13 стихе Господь говорит о том, что по окончании сорок лет я соберу египтян из народов, между которыми они будут рассеяны. В сущности примерно то же самое, что говорится об иудеях, при том, что египтяне язычники и только язычники, тем не менее Господь говорит, я соберу их из всех народов и возвращу плен Египта и обратно приведу их в землепроисхождение их. Возвращу плен Египта. Таким образом, вот это и несколько предыдущих и последующих глав показывают нам некоторый сценарий, который принадлежит Богу и в котором каждого из народов есть место и в том числе и для иудеев. Оказывается, что одни народы гибнут, другие, как Египет, через определенное время возвращаются из плена. И вот именно в этом контексте важно услышать слова Бога о том, что Он вернет и плен Израиля, вернет израильтян из Вавилона. Может быть, все эти главы пророчеств об окрестных народах и нужны как такой фон для вот этих слов Бога, которые могут вселить в Израиль надежду и в Израиле, в языке или самого. Теперь еще один важный момент. здесь Господь говорит о том, что Я возвращу их, но они будут царством слабым, царством слабым и уже не будут более возноситься над народами, что тоже оказывается весьма существенно, не будут возноситься над народами. Мы же здесь прямо вот через страницу видим народы, которые над кем-нибудь превозносятся. То жители Тира и Тирский царь бьет себя пяткой в грудь и рассказывает какой он самый развитый там и самой прекрасной экономикой, то Египет хвастается своей там организованностью, древностью, технологиями, верой чем-нибудь еще, то конечно же в Вавилонине и так далее. Вот это вот все, вся эта вакханалия гордыни в конце концов кончается ничем. Египет будет царством слабым, царством слабым, потому что такова воля Божья. Ну и до некоторой степени последующая история после Персидского уже, не Вавилонского и Персидского завоевания в сущности подтверждает, что да, так оно дальше и происходит с Египтом. Теперь смотрите, в самом конце этой главы здесь еще один пример того, как думают Эзекииль и другие люди этой эпохи о том, как действует Бог. Господь говорит Эзекиилю вот что. Сын человеческий, Новохудоносор, царь Вавилонский, очень утрудился, осаждая тир, большие работы, строительство осадных сооружений, долгая и трудная осада. Царь Вавилонский утомил свое войско большими работами при тире. А никакой награды при взятии тира не было, потому что там в тире не оказалось соответствующей добычи. И вот Господь говорит так. Вот Янову Худоносору, царю Вавилонскому, даю землю египетскую, чтобы он обобрал богатство ее, в награду за дело, которое они делали для меня. Очень странное высказывание, но тем не менее вот так здесь говорится. Они не были вознаграждены за труды при осаде тира. То, что Вавилонский царь сделал с Египтом, пленив его на 40 лет, это было исполнением воли Божьей, и поэтому вот ему отдана на разграбление эта самая египетская земля, потому что они сделали это для меня. Оказывается, Господь, говорящий пророку, видит вот это дело, сделанное вавилонинами, как нечто, что они не осознавая, не осознавая, не отдавая себе в этом отчет, но делают для Бога, будучи, ну, в общем, слепым орудием, будучи слепым орудием. для современного читателя очень странно, потому что нам кажется, мы думаем, что Бог не пользуется вот так людьми, ну, или царствами в темную, не использует их в качестве слепых орудий, даже вознаграждая их за труды богатствами Египта. Но вот для той эпохи здесь нет никаких нравственных противоречий и более того, скорее преобладает такая позиция, что а как еще их можно использовать, если они не в состоянии быть в диалоге с Богом? А история все равно происходит, и владыка истории все равно Бог, и действует в истории все равно Бог, и если не невозможно поговорить с Вавилонским царем или потом с Персидским царем о целях и задачах, которые Бог ставит перед ним в этой истории, значит, приходится ему участвовать в этом тоже, не отдавая себе в этом отчета. Это весьма своеобразный, конечно, аспект, очень характерный для пророков той эпохи. Мы столкнемся с этим еще в, например, в первых, в начале книги пророка Исаии Вавилонского, до которого еще полвека от описываемых здесь событий. Продолжение следует...